Конечно, большое вам спасибо за то, что на самом деле вы являетесь той частью нашей команды, которая достигает вместе с нами результатов. Вам огромное спасибо. Добраться в Грозный, быть в Томске, практически проехать всю страну, 20 с лишним выездов, конечно, это стоит дорогого. Хотелось бы, чтобы эти скромные подарки принесли вам какую-то радость и еще больше, так скажем, мы дружили и вместе достигали определенных и поставленных нам задач. Эдуард, спасибо большое. Ну а тебе, как женщине, мы хотели вручить абонемент в фитнес-центр, чтобы ты немножечко, так скажем, попользовался чем-то. Ну, конечно, со своей стороны мы будем стараться вам помогать, на выезд съездить, где-то вас там забрать и все остальное вручение. Здоровья вам, счастья. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ольга, расскажи, пожалуйста, какой это уже сезон золотой за Амкар и как прошел вот это действительно один из самых таких длинных, протяженных и сложных сезонов? Если не ошибаюсь, пятый. Вроде немножко счет потерял. Не веду статистику такую. Прошел запоминающийся, то, что он был длинный. Во-первых, полтора года вместо обычного года. Были веселые моменты, не очень. Но в целом, считаю, что сезон оставил мне очень хорошее впечатление. Я нашла новых даже знакомых в некоторых городах. Команда тоже так очень часто радовала. Спасибо, что помогали добраться обратно из отдаленных и сложных регионов. Вообще, можно ли сказать, что какой-то выезд запомнился особенный или их было несколько выездов? Мне запомнилось, наверное, когда у нас три подряд южных было выезда. Конец того еще года. Это было очень достаточно непросто сделать, потому что они шли подряд в три недели. Это надо было вернуться домой. Что-то тут поработать, поработать и ехать снова на выезд. Такой отдаленный регион. Также запомнился, может быть, Томск, потому что он всегда проходит весело, нравится. Жалко, что его теперь с нами нет. Очень надеемся, когда они встретятся. Причем выше, естественно, сегодня где-нибудь. Скажи, пожалуйста, вообще, как ты добираешься до таких отдаленных точек? В основном смешанным образом самолет плюс поезд, самолет плюс автобус. Как-то вот так. Потому что если ехать только поездом, у меня с работой вообще никак не получается. Потому что я не могу уехать. Меня не отпускают, просто, можно так сказать, приходится использовать самолет. Как ты находишь столько времени, чтобы посетить все выездные матчи? 28 дней отпуска, деленные на маленькие-маленькие части. Поэтому и получается. То есть ты в отпуск вообще не ходишь? Не хожу по своему желанию, получается, из-за того, что я живу. Ну и не отпускают, соответственно. Больше двух дней у меня на работе отсутствие не выдержат. Начинают звонить и меня мучить. Понятно. Спасибо, Оля, большое. И дальнейших золотых выездов за Амкар. Спасибо большое. Насколько я знаю, это у тебя первый золотой выезд за Амкар. Вообще, каким образом ты пришел к такому решению, чтобы начать не с обычного сезона, который в течение года, а начать с сезона самого сложного? Как вот это вообще решение пришло? Идея родилась по истечении обстоятельств, происшедших в нашем клубе. Но я в данной ситуации все же решил поддержать, потому что в какой-то степени у нас все обновилось. И поэтому, так как мне все-таки футбольный клуб Амкар не чужое, а очень родное, близкое, и поэтому решил поддержать. Но получился такой вот необычный, полутрагедичный сезон. Поэтому я очень рад. Сезон был очень интересный, увлекательный, по-разному. Тем более, по-разному и добирался всеми видами транспорта, который существует в нашей жизни. Поэтому я очень рад, что не зря поддерживал команду. Есть определенный результат, вера, и место десято, оно соответствующее этому желанию. Опять же, как находишь время для того, чтобы все выезды посетить? Ну, в принципе, так как я свободный человек, у меня свободный график, поэтому, конечно, футбол у меня приоритет номер один. Поэтому я езжу, планирую. Вот наиболее запоминающийся тоже выезд? Да, в принципе, они все запоминающие, потому что, смотря как ты добираешься, и эти бывают как бы и на электричках, наверное, как бы у болельщиков это собаки называют, на собаках. Бывают и на самолете, и на поезде. Поэтому каждое путешествие, оно необычное, что на Северный Кавказ, что в Западную Сибирь или в Санкт-Петербург, не говоря уже о Москве, в ближайших городах, где у нас команда играла, Самара, Казань. Ну вот, допустим, выезд в Грозный, как можно о нем? Вот интересно, самый такой необычный город. Он необычный, но очень интересный. Во-первых, город, конечно, красивый, но, соответственно, он, конечно, вложен. Сейчас собирается, как говорится, вкладывать в этот город, но чувствуется, что как бы там свой такой колорит, менталитет, как бы они мусульмане по национальности, и что-то вот Казани, вот, соответственно, по архитектуре. Это прослеживается красиво. На поезде до Москвы, оттуда я на автобусе до Махачкалы. Самое, что интересно, я ехал, ну там один среди дагестанцев разных национальностей, и рядом со мной ехал молодой человек, он лидер, как говорится, фангруппировки Анжима Хачкала. То, что в конце только с ним разговаривались, это, конечно, такой интересный момент, вот из этой поездки. Ну, а потом уже с Махачкалы, там переночевав в автобусе, утром я приехал в Грозный. Вот, так вот поездка. Ну, а то уж приехал, все, там, естественно, как бы приехал, сразу же, куда там доехать, так и так. Ну, я, как раньше, где останавливался, в гостинице Грозный, там я остановился. Ну, а остальное уже, все уже вместе с Ольгой встретились, по городу погуляли, походили. А болельщики как-то других клубов, вот, как помогают, как-то встречают, или все самостоятельно приходится? Ну, в основном самостоятельно, может, как получается, у меня получается всегда, как бы, так незаметно, инкогнито. Но, вот, как бы, в Томске неплохо, это во втором круге, с Краснодаром, там уж встретили болельщики. Ну, вот так, на скидку сейчас сложно так вспомнить. Вот, а так, в основном, все инкогнито, так скажем. Ну, и дальнейшие творческие планы на следующий сезон? Ну, сезон будет необычный, я так чувствую, хоть нам очень сложно и тяжело, исходя из всей ситуации. Но, в любом случае, я поддерживать буду, как бы сложно ни было. Все бывает в жизни, поэтому, если получится, то постараюсь посетить на все матчи. Вот, в планах этого есть. Единственное, надо это реализовывать, поэтому. Хотя, это, как сказать еще раз, это не дешевое удовольствие, но, в принципе, желание и помощь, в качестве поддержки, как могу помочь. Вот, я думаю, что все равно какой-то есть определенный шаг. И, тем более, с кем знаком, кто меня знает, знает, что я очень, как говорится, болею, переживаю, даже бывает и страдаю. Там, если это неудачно, так это все дома даже, в принципе, дома к этому понимают с пониманием. Поэтому, надеюсь, что все будет отлично. Эдуард, еще раз спасибо, большая удача в новом сезоне. Всем нам. Обязательно.